Физкульт, привет, друзья! На связи MoSchoolShop. Сегодня поговорим о том, какая экипировка нужна для занятий боксом. Прежде чем вы пойдете в боксерский зал, вам нужно собрать экипировку. Тренер не всегда говорит, что нужно, но зачастую они дают список, в котором будет указано именование позиций, которые вам нужно собрать. Для начала вам нужна большая, огромная сумка спортивная, в которую вы будете складывать все необходимое. Далее вам нужно будет собрать перчатки, шлем, капа, накладки. Накладки не надо. Накладки это для тайского бокса. И скакалка. Давайте по порядку. Вот шлем классический, боксерский. Также его используют не только для бокса, но и для единоборств, потому как здесь закрытая макушка идет. И это дополнительная защита головы при ударе ногой. В боксе можно использовать шлем классический на шнуровке, потому как там нет удара в ногой. И эту часть, макушку обычно ничем не закрывают и не защищают. Это усиленный шлем с накладками на уши. Хорошая здесь амортизация идет. Кстати, выбирайте шлем, чтобы амортизация была... Вот вы когда пробуете шлем, чтобы он хорошо продавливался. Потому как есть шлема. У меня сейчас нет образца. Вот вы пробуете, а он очень-очень плотный, он дубовый. В таком случае при ударе у вас будет голова гудеть от каждого удара. Потому как шлем не будет гасить удар, не будет рассеивать по всей поверхности, а передавать четко вам в голову. Такие шлема крайне не рекомендуется использовать для тренировок. Также шлема для тренировок могут быть закрытого типа. Для тренировок вы можете также использовать вот такой закрытый шлем. Чем он лучше? Он защищает полностью. Во-первых, защищает ваш нос от травм, от прямых ударов. Потому как здесь щеки находятся вот на скулах. Подбородок закрыт. Уши тоже с усиленной накладкой. Ну то есть здесь максимальная степень защиты. Также еще бывают шлема с бампером, который совсем никак не достает соперник до вашего носа. И также есть, если вас совсем нужно защитить по максимуму. Вы не хотите вообще никаких фингалов и травм сечек при тренировках. Есть шлем либо с решеткой, с забралом, либо с пластиковой накладкой. Вот эти шлема можно использовать для тренировок. На соревнованиях используются только вот такие классические открытые шлема. Идем далее. Нужны вам для защиты рук боксерские перчатки. Когда вы приходите в тренажерный зал, вы можете, конечно, воспользоваться. Там будут, скорее всего, перчатки, которые используют все подряд. Общего пользования. Они примерно вот так будут выглядеть. Убитые, затертые. Вонючие. Но это нормально. Потому как их используют все. И никто их не проветривает, не сушит. И не ухаживает за ними, как положено. Но вам лучше купить со временем свои боксерские перчатки. Перчатки разделяются на два типа. Боевые перчатки и любительские. Любительские перчатки также подразделяются на два типа. Это для спарринга и для снаряда. Для спарринга вот такого плана перчатки. Это мои личные перчатки. 16-унцовые. Видно, что они такие огромные, массивные. Но для тренировок вполне годятся. Боевые перчатки, точнее любительские перчатки. Их легко отличить. У них. Покажу сейчас. То есть не довернут кулак. Видите, то есть вам приходится прикладывать усилия, чтобы довернуть кулак. И также палец практически параллельно руке. То есть вы сильный удар не сможете нанести. Потому как можете выбить просто этот большой палец. В профессиональных перчатках там уже по-другому уложен палец. То есть так, чтобы его не выбить. И кулак уже довернут. Это профи перчатки. Также профи перчатки будут обязательно здесь на шнурке. Они шнуруются. Никаких липучек здесь не будет. Перчатки по весу, как подобрать. То есть они идут не по размеру, боксерские перчатки. Отличаются только по унциям. В классическом боксе есть подразделение по весовой категории. Насколько я помню, восьмерка, точнее, если ваш вес до 80 килограмм, вы используете 10-унцовые перчатки. Свыше 80 до 90 это 12-унцовые. И дальше 14-16 унций. Это если вы занимаетесь, то есть тренируетесь в зале для тренировок. Для соревнований там уже совсем другая весовая разбивка. И это вам уже тренер скажет точно, какой вес перчаток нужно вам для соревнований. Также, в принципе, у тренера можете уточнить, какой вес перчаток можно взять для тренировок. Но зачастую, чем больше вес перчаток, чем больше унций, тем безопаснее и комфортнее вам заниматься. Поэтому тут можете брать от 10-ти унций и выше смело. Если у вас маленький ребенок 5-6 лет, то можно брать 8-мунцовые перчатки. Ну а дальше все равно рекомендую переходить на 10-мунцовые перчатки от 8 лет. И можно брать даже 12-ки. То есть здесь заниматься будет вам комфортно и безопасно будет и вам, и вашему сопернику. Также для бокса можно использовать вот такие жилеты защитные. Это для защиты корпуса. Если вы хорошо работаете в спарринге, то есть соперник уже имеет какой-то опыт, а вы только новичок, к примеру. Вы одеваете вот такой жилет и ваш корпус он еще не готов, пресс не прокачан, не набит. Поэтому жилет защищает от ударов. Под перчатки обязательно нужно брать бинты. Бинты бывают трех типов. Они бывают эластичные с эластаном, вот как эта модель. Они немного тянутся. Бывают хэбэшные бинты, которые совсем не тянутся. И бывают бинты перчатки. Гелевые, которые называются полубинты или полуперчатки. То есть они одеваются с гелевой накладкой и не нужно вам бинтоваться. Но из моей практики все-таки лучше использовать классические боксерские бинты. Как бинтовать бинты у нас будет отдельное видео на канале. Также скажу, что бинты бывают разных размеров, то есть длины разных. Ширина 5 сантиметров, а вот длина есть от 2 метров и до 5 в основном используют. Какой длины брать бинты, это зависит от возраста ребенка. Если боксерский, ну вы занимаетесь именно классическим боксом. Если у вас возраст ребенка от 5 до 7 лет, можно использовать 2 метровые бинты. Там от 7 лет уже можно брать 2,5 либо 3 метра. Ну и дальше в принципе все боксеры в основном бинтуются 3 метровыми бинтами. Но редко используют 4 метровые. Касательно защиты паха. Чтобы защитить пах, естественно вам нужна защита будет. Вот такая защита выглядит как... Давайте покажу. Она вот так трусиками одевается. То есть вместо трусов, либо на трусы можете одевать. И здесь такая жесткая пластиковая ракушка. Внутри по кантику идет силиконовый маленький бортик. То есть смягчает удар. Они также идут по размерам. И это уже конкретно вы подбираете под рост вашего ребенка и под вес. Это обычно в магазине, когда вы приходите и заказываете защиту паха. Вам помогут подобрать без проблем. Есть также женская защита паха. Также она идет в 4 размерах. XS, S, M и L. Это для женщин. Также для женщин есть защита груди. Которую у нас сейчас нет. Показать вам. Но в принципе она существует. И девушки ее используют. На ноги одеваются... Ну вы можете конечно заниматься босиком. Но лучше использовать специальную обувь. Такую как боксерки. Они бывают высокие и бывают укороченные. Они все обязательно шнуруются и должны иметь полиуретановую нескользящую подошву. Они подбираются как обычная обувь по размеру ноги. И также последний снаряд, который вам нужен будет обязательно. Вот скакалка. Это моя личная скакалка. Она уже немножко подгулявшая. Это уже вторая моя скакалка. Желательно использовать скакалку на подшипниках. Чтобы она хорошо прокручивалась. В идеале она должна быть с остальным тросом. Который будет служить гораздо дольше, чем резиновая либо полиуретановая скакалка. И конечно же вы ее регулируете под свой рост. Как выбрать скакалку под свой рост. Будет отдельное видео на канале. Это весь инвентарь, который вам нужно будет для тренировок в боксерском зале. Напоминаю, что все перчатки, боксерские, шлема, экипировка есть в нашем магазине Мускулшоп. Ссылочки будут внизу под этим видео. А также напоминаю, что любые кардио тренажеры мы доставляем по Украине бесплатно. Шведские стенки металлические также есть у нас в интернет магазине. И тоже мы доставляем их по Украине бесплатно. Заказывайте у нас. Следите за нашими новостями. Будьте в курсе. Подписывайтесь на канал. Пока. Продолжение следует...